Какая-то фантомка. Сложно. Вот вивера. Вивер, кстати, круто смотрелся. Вивер вообще шикарный, без контроля. Вивер смотрелся круто. Фантомка, блин, какой-то форстаф, и все, она не сделает ничего. Не может слишком много замедлений. Лежит вортекс, получает гель. Вупер. Вупер. Как тебе, Кэрри, Вупер? Вупер. Нормально, с Shadow Fiendom смогут расстреливать с драгонлендсами в вышке два ранджевика таких сильных, и танк, кентавр, и клокверк. Смотрится вроде как нормально. Может быть, это действительно будет Вупер. А если не Вупер? Герокоптер мне здесь какой-то нравится. Да, герокоптер тебе всегда нравится. Ты вообще при каждом пике говоришь, блин, вот сейчас бы герокоптер, а он... Не, не при каждом. Я смотрю все-таки на ситуацию. То есть здесь он ранджевик. Войду тяжелее добраться. С драгонлендсом еще тяжелее добраться. Киллдаун крутой есть. Ну, Лину забанили в мачке. Сейчас будет какой-то дроу-рэнджер, видишь. Керри Кентавр, походу. Виталий, вы были правы. Или это Керри Энчантрас? Нет, это Керри Кентавр. Это Керри Кентавр в сложной. Ну зачем? Ну почему? Ну куда? Это клевый герой в Тоту-2. Ну, клевый, но не на Керри. Зачем? То есть, ну... В смысле, клевый, но не на Керри. Ну что это за... Ну что ты выдумываешь? Ну зачем ты выдумываешь? Слушай, вот я тоже самое хотел спросить у Энви. Зачем ты выдумываешь? Не знаю. Это рисково слишком. То есть, да, он крутой, толстый. Если получится расформиться, ты его с какой-то тараской вообще пробить не можешь из-худом. А здесь очень много магического урона. Так он и у науфлейни был бы неплох. Ладно. Это дело Энви. В другой реке он уже не переедешь. Что там еще может быть? Попрофитней, скажем так. Не знаю даже. СНГ. У него впереди СНГ. У него впереди СНГ. Да нет, тут на, как бы вернулись. Какой СНГ. Ехать бессмысленно уже все. Вопер появился только не у той команды. Слушай, мы прям читаем... Почти аналитики. Ну у нас нет с тобой аналитиков. Приходится косплеить аналитиков. Поэтому что поделать? Да мы лучше всех этих аналитиков. Понятное дело. Нам даже студия аналитики не нужна, чтобы анализировать. Непотребны эти аналитики все. Кому они нужны вообще, скажи. Что могут? Только рофлить и могут. Только рофлить и могут. А рофлить и мы можем. Рофлить любой может вообще. Через 8 часов каст превращается в рофл один большой. Так, ну Вайпер... Кстати, это... Я что-то ничего не понимаю, кто тут на ком будет играть. Энви сел на энчантрас. Это что значит? Нет, это шутка. Я думаю, они сейчас вапнутся. Да нет, ну не может быть такого. Керри инчает нормальная мутка. Мы серьезные люди, зачем? Я одобряю Керри инчу больше, чем Керри Кентавра. Расскажу честно. Не-не-не, ну давай без шуток. Никакой Керри инчантрас. Это Мошенви написать. А он тебе ответит, знаешь что? Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Watch Anime Be Strong. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Он мне просто ответит и все. Вот это интересно сейчас. На самом деле это реально интересно. Потому что Этернал Энви будет играть на энче. Ха! Ха! Мы не ждали. Ну так он же может контролить крипов. Энви же клацает в кнопочки, насколько я знаю. Да, Энви клацает в кнопочки. Ну, сейчас посмотрим, как хорошо он клацает в кнопочки. Мне интересно линии. Вот линии мне интересны. Да, мы видели, как в оффлейне играет Энча хорошо. Там, на примере, очень многих игроков. Тут же Юниверс на Интернешнле показывал. Да много кто где показывал. И Пашу мы вчера видели на энче очень крутую. Но здесь-то у нас Энча будет соло легкой. Слушай, Энви полностью меняет... Мету доты. Пока ему позволяют это делать. Ну, пока позволяют, почему бы и нет. Вот они, Gio, FlySolo и BoomBusk. Это BoomBusk. Это такая себе... Трипла вырисовывается на самом деле. Не привыкли мы к тому, что может быть какая-то такая стандартная трипла. Это, скорее всего, все-таки дабла. Мне нравится, как перемещается игрок и команда Фнатик. Ну, на самом деле, понятное дело, долго надо было стоять на базе, потому что надо добивать души Экскалибру. Экскалибру, вот, 14, все, погнали. Сейчас еще разок. Еще разок, я думаю, сделают перед стартом. Попытаются сейчас убить СФа. Не, уже ушел диджей, по-моему, или будут еще коги ставить. Они знают, что надо делать. Мы об этом миллион раз говорили. О том, что самое главное контролить выход СФа на вот эту баунти-руну. Ну, СФ туда не пошел. СФ прекрасно понимает, что 90% случаев, когда ты играешь против Клокверка СФа, ты уходишь туда. Трипло и сразу же пытаешься СФа поймать на этой руне. Но тут все четко сделали. И ребята из Фнатика никуда не пошли. Но в миде Вайпер против СФа. Классика жанра. Супер классика жанра. Ну, правда, вот эти два парня... Мешают немного классики, да. Мешают, да, классики жанра. Переснятое кино. Да, что-то... Федором Бондарчуком. Фу-фу-фу-фу. Свят, свят, свят. Классика жанра. Вайпер против... Ты еще скажи, что вот Квапу против Лины тоже Федор Бондарчук переснимет. Нет, он переснимет от Д плюс Умни Найт. Ой-ой-ой, ну это, да, это он, я уверен, что у него хорошо получится. Экскалибур. Нужна ему, по-н-дему, помощь немножечко. Ой-ой-ой, ты посмотри, Энви-то. Да, Энви тут привел себе охранника, бодигварда такого большого, который поможет зонить Винамансера. Сражаться сейчас с таким крипом на ранней стадии невозможно. Слишком много у них хитпоинтов. Так, стоит тут рядом Флайс Соло. А убить Энви? А убить сейчас? Можно убить Энви, да. А пока у него нет прокачанного ничего. Ай, пытается дотянуться Буге, а он заделал. Дотянулся, дотянулся. Все нормально. И пошел член дач. Энви хилл есть, но не поможет у него, конечно же, и Этернал. Энви погибает. Фрестблат, Бумбакс, Клач Геймерс. Зарабатывает эту первую кровь и показывает они, что этот герой не должен стоять соло-легкою. Не, он сейчас через пару уровней Энви для них будет неуязвим. Так, тут выход. Отплевывается здесь Армелл. Армелл. Да, тяжеловато, конечно, против такого СФа стоять, которого бустанули. Он очень много крипов дынает у тебя, что атаки много, а сейчас еще больше будет. Так что, ну, кстати, дынает он мало. Сейчас, смотри, он торопился все время. Хотя против Вайпера чуть-чуть затянул, и он сам уже крипа убивает с полхитпоинтом. Да, тут как бы мы видим, пока Экскалибр не так доминирует, как я, например, ожидал. Как, наверное, я ожидал того сам Экскалибр. Армель стоит довольно неплохо линию. 8-5 против 10-18. Ну, 10-4 по факту, да. С 14 готовыми дынаями он пришел на линию. Так что абсолютно ровно стоит. 9-5 против 11-4. Нормально. Ну, вот он на хае против Джейо. Будет его развлекать. Ну, тут такие себе развлечения. Брачные игры кентавров, скажем так. Кентавра здесь побольше. Ой-ой-ой, Армель, проблемы могут быть. Армель на дальний шедоу рейс. И вот он первый фраг для команды Фнатик. Ну, а диджея Бомбакс, конечно, не догонит, не поймает. Это однозначно. Ну, вот это хороший фраг. Только-только получил третий уровень СФ. Моментально вкачал Койлы. И с помощью Койлов справился. Так, ну, вот он Энви. Гоняют, гоняют здесь Энви. Не получается у него путью стоять на линии. Захватил себе Крепана Мувспид. Надеется, что ему поможет. Что это? Спастись Игорь Николаев. На самом деле поможет. Он всегда такой бодрячком с кубком. Наливает, выпивает за любовью. И ты за ним просто мчишься. Ты посмотри, какая быстрая коза. Как бы 405 Мувспида. Тут слово Твиномансера никак не поможет. 453 с Игорем Николаевым. Ну, вот, пожалуйста. Вот видит Игорь Николаев Бомбакса. И Энви вообще никого не боится здесь. На Энви 3 человека сейчас свое внимание сконцентрировали. И это очень даже хорошо. По этому делаю, потому что в миде может СФ чувствовать себя вальяжненько. Хайя на топе фармит. Получает экспириенс. Хайя топ-2 Крепстат на карте на данный момент. Ну, Энви приседает по Крепстату. Ну, ничего страшного. Это Джеки. Он знает, что делать. Самое главное, что он внимание на себя соврал. Так, кто-то на карте должен терпеть. Если у тебя все линии выигрываются, то это значит, что враги совсем все плохо сделали. Был еще на стадии драфта. А так Энви стоит под вышкой. Сейчас будет получать экспириенс. Аккуратно. Сейчас не подать под челентач. Что попушить решили ребята из WatchGamers. Так быстро под челентач. Ну, так себе они попушивают, если честно. Там же ворды не качал вокт. И как они собираются пушить? Непонятно, как. Такой себе пуш. В общем, один раз Энви убили. Этого явно недостаточно. А вот в миде Диджей. Диджей будет пытаться еще раз убить Армеля. Пятый левел. Да, но проблема у Армеля. Надо вниз бежать. Нет, не туда, братан. Закрывает его. Тут же пайлайдай. Слоу граунда. Экскалибурно промахивался очень немало. Но с дабл дэмэджем еще и Диджей. Да ладно, неужели Армель выживет? Да, Армель выживает. Это вайпер пятого уровня. Он, видишь, такой защитный вариант выбрал. Третий коррозив скин. Поэтому и не получилось его пробить. Экскалибурно не стал рисковать дальше пулять с лоу граунда. Можно было еще две буквально тычки получить и погибнуть. Часто мы видим вайперов, которые в единичку берут коррозив скин. Спокойненько стоят. Формят. Акэнви тут решил потягаться. Ну, убежит. Убежит, да. У него еще и тангус есть. Так что все нормально. Отравили его на виспы. Работали. Потом поменяли Игоря Николаева. На тролля? Это не тролль-хиллер. Это не тролль-хиллер. А ты знаешь, кстати, это самая главная задача. Так вот, подожди. Я на Энви напали. Сейчас я тебе ее задам. Как у тролля-хиллера называется спелл, который он хилит? Диджей, на флай соло напал. Ты пока думаешь, я смотрю драку. Флай соло должен погибать. Отличная игра диджея. Просто великолепная игра диджея. Бог ничего не может сделать. Так вот, как называется спелл у тролля-хиллера, который он хилит? Подожди, если это с подвохом, это какой-то... Ну вот есть сейчас тролль на спауне, там... Дота-тул-тип-модифайр или это хилен-тач какой-то? Это хиллер-тролль? Нет, это берсеркер. Это не хиллер, да. Ну вот, так вот, спелл у тролля-хиллера, который стоит в лесу и хилит, называется хилл. Да не гони. Серьезно. Прикинь. Это тоже по лору, я так понимаю? Ну, все. Хилл. Просто хилл. Штыри буквы. Будете знать. Я вам раскрываю секреты. Дота-2. Не понимаю, зачем вообще скиллы как-то называть. Что будем их назвать? Просто дэмэдж и стан. Хилл. Большой дэмэдж, маленький дэмэдж. Слоу. Оглушение. И зачем ничего придумывать? Чилин-тач это плюс дэмэдж. Не, ну реально там уенчантерс, начинься тенденц, там еще что-то. Да, я и подумал какой-нибудь чилинг-тач, или там хилинг-тач, какое-то прикосновение лесное, я не знаю, что угодно. Не, хилл. Напали нас на Ахай. Ахай может еще станчик дать сейчас по-двоим. И главное не замерзнуть, но замерз Ахайя и погибает он. Бумбакс хорошо выбегает. Диджей закрыл под Тауром. Это, кстати, проблемы могут быть у Диджея. Проблемы у Диджея будут определенно. Он отсюда уже не выберется. Да, здесь Бумбакс прилетает под коп. Это дабл-килл Бумбакс успел на одной линии, потом прилетел на другую, и все у него замечательно. Слишком агрессивно играет Диджей. Он делает все правильно, он делает все круто. Но вот из-за того, что он так наглеет, мы видим, вот здесь произошел вот этот фраг, на нем не надо, не надо так слишком нагло играть. Все хорошо. Вот так вот под стампидом Армель, ну это минус. Армель постарается кого-то забрать с собой в таверну, но нереально это сделать. Хотя Ахайя забирает флай соло, а Армель и Диджей забирает в миде. Параллельно два фрага произошло. Ахайя один против двоих сделал фраг на этом самом стампиде. То есть этот стампид был не только чтобы в миде помочь, а для него самого был стампид. Я не знаю, вообще, понимал он, что он помогает в миде или нет. Ну, думаю, понимает. Ну, скажет тут. Ой, NVN, NVN, настрелить пошел замедление. Еще буквально пару импетусов. Что это, соло фраг сейчас будет? Да. Да, это крутой фраг, конечно, когда нича приходит, соло забирает. Вот только-только получил шестой уровень, моментально забирает. Объясни мне, почему у NVN лежит в неактивном слоте винлейс? Не спугни. В смысле, не спугни? Ну, я... Он боялся, что он с чем-то сложится или... С мид спидом. Я не понял. Не, ладно, я буду следить внимательно за этой ситуацией. Да, он сейчас обнаружит или ему кто-то подскажет. Это похоже на Блэка, на том самом легендарном... Как его? ТП, по-моему, он на ТП играл, нет? Не-не, он играл на Клинксе против Virtus.pro на Dota Beat'е. Да, с Dragonlance, который у него... Ну, ему это не помешало, эту игру выиграть. Ну, да ладно, вот он Excalibur, но через купол его тут убивают. Excalibur тут ничего, конечно, не светит. Он погиб, но хорошо, нашли, быстро убили, все нормально. Он хроносферу на себя выманил. Конечно, фраг хороший, душу дропнули. Так что все, что тебе... Покажи тебе, пожалуйста. Он сообразил то, что не видно? Да, он переложил. Да, все, переложил. Ну, это так надо было. Аж Ripley захотелось пересмотреть, понять, почему он его туда положил. Слотов не хватало, что ли? Ну нет, там два слота было. Окей, ладно, не будем цепляться. Так надо было, короче. Может, он выкладывал, чтобы... Не пытайся объяснить. Не пытаюсь. Не пытаюсь. Не пытаюсь. Не пытаюсь. Худ оф Дефайнс, кстати, купил. Диджей теперь знает, что он здесь. Бумбакс заходит под тавер. Диджея не копнуть, не попадает в Бумбакс. Ой, промазал. И все, надо уйти. Надо уйти отсюда Армелию, надо уйти отсюда Бумбаксу. Бумбакс, кстати, очень такой позитивно настроенный молодой человек. У него в Квикбайе уже лежит Мидас, у этого Никса. Ну, почему бы и нет? Как будто ты обозначил себе планы на жизнь поставил, и нормально бегаешь 15-20 минут ждешь этого Мидаса, когда он накапает. Так, ухаем. Стампид откатился, у него есть худ. Теперь его намного труднее здесь на линии расхарасить и пробить. Он хорошо регенится, поэтому если забирать, то такой бюрстом. Еще и два кларит. Ой, сейчас можно, кстати, забрать эти отводики-то. Ну, не так, Бумакс, подкоп по двоим неплохо. Хукшотиком попадает здесь Диджей, ну и Бумакс здесь, наверное, погибнет. Нажимает Крапаса, а зачем ты поломал в коге, ладно? Диджей, на самом деле, пока MVP этого матча. Диджей отыгрывает великолепно. Да, вот там под тавер на нижней линии, когда он забежал и умер, это такое. Но на самом деле очень агрессивно, очень активно. Везде, на всех линиях помогает. И вайпера убивали, ну, пока, несмотря на то, что третий снизу по Нетворсу, свою работу он делает, конечно, великолепно. Так, Ахайо, Ахайо, ну, погнать его, конечно, можно, но убить маловероятно. Не, 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 не пробивай. Это Кентавр, ну куда вы, ребят? У него еще стампит, как бы, имеется. Так, улетел здесь ССФ, получил вайпер страйк и решил тут же кастовать ТП. Все правильно сделал. Лучшее спасение от вайпера, это просто улететь от вайпера, это абсолютно бесспорно, это все абсолютно понимают, и правильно сделал все. Ну, молодец. Пока, пока, если честно, мне... Из трех крипов, двух не добил. Его задача не добивать крипов, его задача выиграть игру. Что тебе не ясно? Понял, извините, пожалуйста. Чтенько просто у керри, это как-то взаимосвязано. Да хитерок ты просто, ты все признай. Ну, ладно. Так, Локверк тут был рядом, если бы на Энви напали, было бы неприятно. Огайо, Огайо вообще ничего не боится. Не Огайо, Огайо, Огайо это штат в Америке, а Огайо это вот этот оффлеймер, когда мы так напали на Огайо. Ну, там уже под армором. А в чем суть? А в чем суть дальше? Ну, и что дальше? Ничего дальше не будет. Он просто идет пешком. И что дальше? Он еще рофлит с них. Говорит, ребята, вы что? Я кентавр. В США. Да, на самом деле это реально. Это дезмораль в этот момент у тебя происходит. Да, когда ты понимаешь, что это бессмысленно все. Он встает на дыбы, рофлит с тебя. Ну, вот сейчас, кстати, аккуратно. Да не, 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 он ничего не сделает абсолютно. Он прекрасно понимает с худом, он вообще бесстрашный здесь. Он сейчас пойдет, наверное, на шрайн, который наполнил. Вот, ульт-аппарата. Попал, кстати, по NV, NV сейчас на базе умирает, да. Вот это раз хорошо. У этого парня нет столько здоровья, только бабочки летают. И вот это хороший фраг. Вот тут хорошо Флайсоло ультанул. И вместе с боком заврали на этот килл. Как бы фнатики очень расслабленно играют, несмотря на то, что преимущества-то у них фактически нет. У них, да, можно сказать, что все идет по плану в игре, но как бы... Родновато расслаблять. Родновато расслаблять булки, да, 1-0, все хорошо, в серии ведут, тысячу голды преимущества имеют, сэфа нормально раскачали. Кентавра не убить, энчатом салафраги делала, но... Ребят, тут еще играть и играть. Интересно, решил вайпер раскачаться, решил играть через... Форстаф сходу, но это против Клофферка спасаться, да. Пика всегда хорошо для него, для вайпера, даже если там нет Клофферка, все равно хорошо. На топе сейчас будет экшен, сейчас будет лютый экшен на топе. Бумбакс заходит в спины, здесь же Джио нет хроносферы, не стоит этого забывать. Бумбакс, Ахайя дает слепую станку двоим, здесь же ультаппаратно залетает, Ахайя просто убежала отсюда, Чейнфрон слетает. Ахайя все-таки умрет на этот раз, да, под... Под дождем, хотя... Умрет, 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 должен умереть, Ахайя... Да ладно, да что же это такое-то? Он выживет, он просто выживет, уйдет пешочком и вот не знаю, там Шрайн когда будет через... Не, ну это очень жестко. 10-15 секунд или вообще не будет его, да. Погиб в итоге только вайпер, которого забрали в мидлейне. В другой части карты, тут я был уверен, что добьют, но слишком много дэм, Джайс Бласт, все дела. Но, оказывается, худ, худ полезная штука, да. Весь дэм, ушел в никуда. Слушай, если мы сейчас собрать просто пайп вангвард, все, его реально не убить. Ему там будет плевать и на вейлы, там появившиеся, и на все остальное. Так там хроносферы есть, если не ошибаюсь, знаешь. Слушай, опять ха-хаю. Опять на ха-хаю? Так, ну нет смысла его бить, ну вообще нет никакого, он фуловый. Не, его нет, надо убивать Шадоуфинда какого-то. Шадоуфинд, Инча, вот это уязвимый. Но там Энви в это время справился с вышкой на ботами. Ну, Диджей какого-то найти, ну хоть кого-то, но опять на Бэлэйдай. Бэлэйдай, хорошо, Бэлэйдай, это фраг, да. Ну вот такие фраги, да, это что-то, но... Сейчас можно еще Диджей забрать. Диджей, Диджей ставит Коги, Диджей туда Парижна, минус Диджей, Армель, кстати, проблемы могут быть у Армеля, Энви напиливает ему, есть ультимейт, Армель погибает, едва живой Бумбакс, надо как-то постараться Бумбакса зацепить, есть Вижен по нему, знает где он, он ушел отсюда, Энви не отпустит Флай Соло, вот он слоу, Флай Соло идет к нейтралам, и нет. Все-таки отдается, отдается, я думал долетит там импетус, но не хватило. Чуть-чуть не хватило, Энви, да, там выход на топ у нас, если не ошибаюсь, есть что, ИТП втроем сейчас должно. Схватывают, Виноманцер здесь, наверное, погиб уже. Опа, 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 на, а, Бук еще остался пофармить, но это он зря. О, оно летит, Чейн Фрост, не сбивает ничего, все нормально. Но было близко. Было близко. Да, ситуация странная получилась, казалось, знали, с трех сторон обходят, и даже сам Виноманцер не понимал, что его обходят, но... Умудрился убежать из драки. Бликдаггер все-таки Ахая хочет купить первым предметом. Ну, после худа, конечно, не стал он делать никакой авангард. Пайлайдайм надо убивать, нет? Нет, тут Диджей рядом. А, вот так вот, Бумбакс, закрывает его. Коги имеется, но тут Бумбаксу ничего не светит, конечно. Диджей, очередной фраг, восьмой левел, браво. Четвертой позиции Клокверк прям вот на уровне Джерекса отыгрывает. Сейчас должны пушить, активно пушить два вот этих ядовитых парня, обставляться вардами, будет Вижен, Экскалибр сейчас может только хайлами на себя крипов. Забрать, есть хукшот, врыв, пошел в армелю, ставятся батареечки, ушел Абхоги отсюда. Армелл и есть чайничек, кстати, неплохой, но улетает в катапульту, нанесет еще дэмэджи и, возможно, от погибли. Там Энви пришел, Энви сейчас всех тут будет просто убивать, Энви в армеля в грызь, но слова нет уже по армелю. Тут же Соло, Флай Соло, точнее, замедляет Этернал Энви, но Энви не догнать, наверное, никого, хотя, 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 Флай Соло, Флай Соло, бежать, еще Соло поставил, залетает, импетус, Флай Соло, как больно-то! Второго левела импетусы бьют. Там полстолба, по-моему, нас брило. Да, я думаю, сама Энви не верила, что он убьет просто-напросто Апаришна с вот этого импетуса, но убил. Ну, ладно, Джей Тавр забрал хоть что-то. Там Кентавр на топе тоже Тавр забрал, и у Кентавра там все слишком хорошо, мы смотрим вот на Нетворсы, второе место, это здорово. Да, преимущество уже более пяти тысяч. Пробивать его очень трудно, не могут пока команды убить. Это слишком много такое преимущество. Упал на диджея, но тут диджей не выживает никак. У ультапарата будет, да. Стампит. Слушай, а он выживет. Не-не-не, сейчас ультапарат его должен добивать, или не хватит урона 150? Не хватит, не хватит урона, выживает. Вот это обидно. Джио уходит отсюда, Пайлайдай и Пендел ничего не сделает здесь. Что-то не идет совсем прямо у Clutch Gamers. Вот прям не хватает каких-то все время карпалей. Там Кентавр ушел на копейках, сейчас Клокверк убежал, при этом они тратят ультимейты постоянно. И сейчас в Фнатике понимают, что атаки никакой не будет. Кентавр уже с Дайгером. Дальше собирает себе, ну обозначил Пайп Аганим. Как будет, на самом деле мы увидим. Да, ты знаешь, читал сегодня утром на Team Liquid на форуме трет как раз-таки про азиатские квалификации. Там один из товарищей, который новости пишет на Team Liquid и так далее. Аналитик написал, что по сути этот полуфинал это финал, да. Потому что во втором полуфинале играют Fire Dragon и Sports. Это новая команда Ахджита и 343-го. Играют они там против Happy Feet. Ну и типа как бы тот, кто выиграет здесь, тот скорее всего попадет на мажор. Ну, Clutch Gamers пока не смотрится как команда, которая должна выиграть эту игру. Но хотя вот-вот есть какая-то драка, похожая на что-то более-менее. Не ожидали, Фнатики увидели здесь такое количество игроков. Думали, что будет 1-2 максимум. А в итоге почти все сюда стянулись и не получил эту контрацию. Но Энви в это время зато фармит. Сейчас появится уже Dragonlance. Ну, в случае 5000 преимущества. Они потеряли Лича, это не так страшно. Потому что Лича ничего нет. 2000 нетворца. Да, тяжеловато. И вот ты смотришь на эти эскейпы. Да, Void, аппарат, они всегда могут перевернуть. То есть аппарат какой-то с агонимчиком. Void с хорошими айтемами. Могут за купол забрать 1-2 коров. И на этом как бы Fite закончится. БКБ появляется у СФа. Ранее. 19-ая минута. Мне кажется, я уже поторопился. Такой стадии тратить заветные секунды как-то не особо хочется. Ну да. Вот он Pipe тем временем дособирает Ахаю. Ну и Shadow Blade дальше будет. Скальбур брать. Скоро можно Рошана будет пойти забрать. Кентавр потанкует СФ. Уже имеет 200 плюс дэмэджи с руки. Смог прожимается. Хукшот. Хукшот есть. Чайник тоже, я думаю, в скором времени откатится. И сейчас пытаются подраться. Главное не на вражеском шрайне. Что шрайн сейчас будет перебить. Трудно с пятитысячным преимуществом. Так, Бумбак спалил Энви. Спалил Диджея. Поставили тут же Сентрик. И Клачи выходят в атаку. Кентавр тем временем где-то там с кучей ножками. Ну, на топе, я так понимаю. Да, да. Купол на Excalibur. Это быстрый минус. Хороший купол. Хороший быстрый минус. Excalibur ничего не успеет сделать. И DJ, да ладно, он будет драться с Джейё. Джейё же просто прыгнет. Джейё, Джейё. Джейё уходит отсюда. Потратили на него очень много чего. Чейнфрост летает между нейтралами и Джейё. Да ладно, Джейё. Это не везение 95-го уровня. Ахаю пытается уйти. Подкопали. Здесь подходит Энви. И начинает нас третий. Ахаю должен подгибать. Здесь DJ подходит. Будут ли батареечки. Закрыл в койке пока Армалон тут уходит моментально на Форстафе. Ну и Занёс Энви. Ну и Фнатики тут будут умирать сейчас. Фнатики будут умирать. У DJ огромные проблемы. Он демэджа нанести много не может. Тоже погибает. Поймали ещё и Энви. Это сейчас будет минус 4. Медленно его бьют. Но всё-таки должны. Должны Энви добивать. Да, вот он плевок. Минус 4. Клатч Геймерс. И вот вопрос. Когда потеряли вы после Хроносферы своего основного демэдж-дилера. Зачем врываться? Зачем врываться было на Клокверке? Да, сейчас очень много отыграли здесь Клатч Геймерс. Снесут ещё и вышку. Я думаю, что они выйдут в ноль за это время, пока респауниваются Фнатики. Да, вот попадает вышка. Не получилось заданять её у Лича. Возможности забрать Рошана, наверное, нет. Не так много урона по нему. Но зато есть возможность пофармить. Да, Фнатик сейчас такую подсчётчину дали, знаешь, которую в чувства приводят. То, что нельзя сейчас четвером на пятерых идти драться. Нужно быть аккуратнее. Ну, вот тут я говорил недавно, что не смотрится такая команда, как та, которая должна выиграть эти квалы. Ну, вот тут по этой драке уже хоть что-то похоже. Хотя тут, ну, на лицо действительно очень, очень серьёзная ошибка в драке команды Фнатик. И Клатчи понимают, что им надо сейчас продолжать. Им надо продолжать развивать свой успех. Сейчас, если ещё раз убить Энви, либо ещё раз убить Экскалибура, всё станет намного проще. Ну, Энви сейчас погибнет. У него выход тут в пятером, да. Моментальный минус. У Хила ничего здесь не будет. Энви погибает. Нагловато фармит, когда Вижена по карте нет. И никого вообще не видно. То есть, ты вроде как Энчантерс и думаешь, что вдвоём, наверное, тебя не забрать. Но не видно-то не двоих, а пятерых. Вот выход в пятером и тут же пуш Т2 на ботами. Вышку заберут. Я сомневаюсь, что Фнатик попробует подать. Даже не будет никакой ответки от Фнатик, потому что, ну, действительно, что они тут могут ответить. Т2 на топе забрать. Ну, могут немножечко его побить. Хотя с СФом, на самом деле, даже быстрее они распушат. Если агрессивно будут на этот тавер набрасываться, скажем так. Да, но вышка там упадёт. Сейчас ещё до ульт-аппарата пошёл. Я так понимаю. Сигналят в Рошпит. Есть ТП туда. Прилетает до Вайпер. Залетает ульт-аппарата. Ах, а у нас там пиди бежать. Вышку за Дефри? За Денайли, точнее, наверное, да? Да, Вайпер Денайли. Ещё один плюс для Клэтч Геймерс. То есть, обжектов-то осталось не так много у Фнатиков по карте. Её, Т2 в миде, Т2 с нижней, на нижней линии. Подраться хотят через дайдер войти Ахайо. Очень хочет зацепить кого-то и убить по-быстрому. Энвен и здесь. Энвен и здесь. Вот только прилетел на шрам, бежит сюда. Так, надо прыгать, надо прыгать вот так вот. И быстро Армалья постараться забрать через Чейн Фроста. Армалья, а хорошо, отрезал сразу же Диджей двоих. Хроносфера на одного Икскалибура. И закрывает ещё и Бока. Очень плохо сейчас всё для Клэтч Геймерс. Нужно продолжение. Нужно продолжение какой-то команде Фнатик. Но в итоге мы видим, что Кскалибр даёт такой защитный. Чё-то всё мимо. Ультимейт не попал, станом Кентавра не попал. Пытается тут хотя бы Энви дострелять Бука. Возможно, выйдет и... Одной тычкой не хватит. Не получается догнать. Да, его тут... Замедлили Икскалибр. Бумбакс. Экскалибр умрёт. Экскалибр сейчас умрёт. Экскалибр от... Нет, вот их сейчас добили. Но забрал на собой Бумбакса. Энви. Энви примёс. Энви расстреливает очень медленно. И Фнатик опять проигрывает драку. Ну, это просто жесть какая-то. У них вообще ничего не получилось. У них всё полетело мимо. Слишком много спылов в никуда. Не получилось зафокусить Вайпера. Хотя в него в сандалии с самого начала всё. Не стоит идти туда без Сильверейджа. Нужен Сильверейдж, чтобы контрить этот коррозив скин. Да, Вайпера не добили. Хотя, на самом деле, если бы Клокверк вместе со всеми пошёл бить Вайпера, его бы добили. Но Клокверк сразу же отрезал подходящих, скажем так. В Ancient Operation влетел. Но в итоге его подкопали. И ничего не получилось. Слушай, развалилась игра у Фнатик сейчас. Так хорошо они вели. Ничего не могли сделать Клэтч Геймерс. И вот та ошибка возле Тайдентавра своего стоила им от всего преимущества. Ну и сейчас филиппинцы должны понемножку разгоняться. Они знают, что сейчас они точно сильнее. Намного сильнее. Сейчас они уже и Кентавра убивают, и ССФ он справляется без проблем. И Виномантер со своим ультимейтом. Сейчас 18-го левела уже будет. Ну и не забываем, что там есть Вейл в Дискорд. Вот так. Вот моба Макс далековато, конечно. Хотя... Ну нет, через батарейки не уйти. Здесь залетает ультаппарат. Диджи шлифом его задевает. Да, нет смысла сейчас отпевать шрайн. Но далеко зашёл, конечно. Ну, знаешь, разведка, она играет тоже такую хорошую роль. То, что ты сейчас показал вражеских героев всех. Можно безопасно фармить свои леса, безопасно фармить ботом. Ну, это основная цель, в принципе, Никса. Как бы он с Мидосом. Он свои деньги, свой экспу заработает всё равно. Что можно где-то поумирать немножечко. Так, здесь Кентавр будет с Аганимом через тысячу. Тоже хорошая вещь. Что по Сильверейджу УСФу? Я к тебе уверен, он его собирает. Ещё долго, ещё очень долго. Ну, Shadow Blade скоро будет, а потом, да, ещё долго собирает, на самом деле. А он здесь очень нужен. Возможно, он был даже нужнее, чем этот Блокинг Бар. Чтобы выйти из Shadow Blade, дать тычку вот эту, быстро забрать вайпера и дальше сражаться. Что БКБ ты не всегда можешь нажать, в любом случае, если на тебя ставится хроносфера. Да и начальник я уже говорил, ага, бешеный кроль. Размотал его. Купакс. Пошёл опять на поиски. Ай, лай, дай. Ну, его сейчас боятся... Тут вы звуки какого-то роя. У меня тоже как будто где-то рой в ушах у меня летает. Мухи-мухи где-то. Это из дотки где-то. Так, ну что, Армель. На топе. 18-й тоже левел у Армеля. Подпушивает он линию. Ну, он сейчас очень сильный. Вот, ой, слушай. А чей это там рецепт на Шиву? Рецепт на Шиву? А кто здесь может Шиву собрать? Энчантрис, разве что? Энчантрис, да, наверное, Энчантрис. Нет, там Форстав. Там... Или мне показалось, что в Курьере был рецепт на Шиву. По-моему, был. А можно Курьера выделить и направить на него? Есть рецепт на Шиву. Не поймем, на чей. Никто не палится? Никто не палится. Кто-то купил рецепт на Шиву. Ну, Кентавр, походу, или кто? Да, Кентавр. Он же Аганим собирается. С рецепта на Шиву. У него Аганим и рецепт на Шиву. Рецепт на Шиву. Лучше бы у него был просто Аганим, на самом деле. Может быть, знаешь, где-то убивали его, и он успел... Успел купить рецепт на Шиву? Ну, у него, может быть, лежал и Аганим и Шива, и он нажимал там фастбай, и он покупает единственное, что у тебя там... На что можно потратить деньги в инвентаре? Я купил рецепт. Ну, ладно. Бог с ним. Не понял этого Мону, окей. Ну, да ладно, рецепт, это хорошо. Планы... Обозначены скоро будет Шива. Обозначены, да. Все здорово. Так, давно у нас не было стычки. 27-ая минута, 14-16. Фрагов довольно много на карте, но... Как-то значимых файтов прям таких жестких не было. Пайлайдай. Сейчас должны поймать его, убить очень быстро. Пошел чайник, чтобы фармить. Спалили. Ахай, нажимает стампит. Застанелся об карапасы. Хроносфера здесь не понадобится. Ахай погибнет и так. Хороший фраг. Сейчас уже демоджи хватает. Да, действительно. И уже Ахай не может вот так вот наглеять. Не может там танцевать свои танцы перед лицом у Джио и у команды соперника. Его, несмотря на наличие пайпа и ультимейта, убивают. И это важно. Это очень важно. Потому что он уже не выполняет вот свою ту самую важную роль. Эх, все. Уже не успеешь. А даггера нет? Фрстав нет? Ничего нет? Нет. Уже забей. Не надо дойти. Ты, может быть, дотянусь лапкой. Да, да, да. Сейчас ренч у меня появится. Как иногда появляется у разных там лайфстилеров, например. Которые могут там лапкой с такой ренжа иногда убивать. Что угодно. Да, вот они клатч геймерс уже. Больше двух тысяч имеет преимущество. Ну, Макс показал, кстати, экскалибр. Говорит, он здесь. Но в соло он его, конечно, не убьет. Тем более, там есть БКБ. А ульта Паришина тоже не поможет. Так, ну, Фрстаффик сейчас тут появится. Энви. Пика. Дальше Аганим. Ну, стандартный такой набор. Потом еще можно какую-то кераску для атакс-спида взять. А он не стал собирать Сильвер Рейдж, он собирает сразу бабочку. Ну, нет. Собери Сильвер Рейдж. Против Вайпера. Полезная штука. Я даже сказал, очень полезная. Срезаешь дэмэдж. Вырубаешь коротик в скин. Что может быть лучше? Дает тебе статы. Да нет ничего лучше на этой карте, чем Сильвер Рейдж. Потому что с Энджин Дьяшу... Раперлос. Шива. Рецепт. Подожди. Рецепт на Шиву. Согласен, да. Так. Энчантры с Пика Аганим. В планах. Тут мы видим Сия летит. Вайперу. Бумбакс красавчик. Он просто всю игру показывает сперлика. Да, кстати, можно убить Энви. Нужно, это уже минус. Уже убивают. Легкий фраг. Ну и вот она, Карен Чандрес. 8400 нетворса. Толку. Непонятно. Ну, Тенви. Имеет право. Не, право-то имеет. Беспорно, но... Ну, игру-то он проиграет, скорее всего. Ну, подожди, рано. С такой, не, конечно, рано, но имею в виду, ну, абсолютно себя не оправдывает в это решение. С такой игрой, да. Слушай, зачем они ее взяли? То есть это у них был ластбик. Так, там врыв на топе у нас с попыткой бенни-бомбакса. Месть. Ну, это, правда, не корт. Вот в чем проблема. Пытается уйти. Форстаф и хорошо. Не утюг. Не утюг. Не утюг. Не утюг. Он еще и мум нажал, поэтому не смог поставить хроносферу и... Не, ну, поставить одну вот так хроносферу, наверное, не стоило. А чего? Ты забираешь лича. В ближайшее время не факт, что будет какой-то массфайт. Откатится. Ой, ахайо. Ахайо. Нет. Ну, типа вот будет этим делать. Ну, должны были забирать здесь Никса. Да, не хватает дэмэджа уже даже по Никсу. Ну, правда, два героя было. Герои не самые дамажащие. Блин, я вот сижу и продолжаю думать об одном. Зачем? У вас был последний пик. Все герои были понятны, зачем было брать инчантрес? В чем соль? Ну, ты решил то, что размотаю на инчи. Да возьми любое. Ой, Пайлайдай. И вот так вот. Бомб. Бомб. Ульта Паришина. И минус. Да. Погибнет, скорее всего. Еще одна тысячечка. Хотя... Апайк. Вот так уже нет. Уже не погибает. Неплохо. Выживает, выживает Пайлайдай. Подсейвили его. Ну, а Рошана забирает. Самое главное, это Space Created. 20-ый левел появляется у Веномансера. Скоро будет 25-ый. Станет намного сложнее, намного плотнее, намного неприятнее. Ну и что делать Фнатикам сейчас? Ждать еще какую-то одну драку Clutch Gamers, где они ошибаются? К Скалибру, как мы уже правильно сказали, вайпера убить очень сложно. Потому что не те артефакты немножечко... Тут вопрос, смогут ли Clutch Gamers закончить игру в какой-то момент. Потому что игра схожа на предыдущую. Да, здесь нет алхимика, но здесь есть Тинчак, который если расформиться будет туго. SF-чик и так далее. Вайпер в какой-то момент, мне кажется, перестает быть вот прям таким, знаешь, супергрозным оружием. Перестает. Пайлайдай. С другой стороны, SF тоже перестает быть оружием. А там, блин, что у тебя? Кентавр против Войда? Кентавр с рефрешером Аганимом. Ну да, да. Это страхи ненависти. Очень много секунд неуязвимости практически. Что твои пайлайдай вместе с Ахай? Это господа сплит пушек. Надо бежать отсюда. Да, они просто выигрывают время. Конечно, что у него пайлайдай он бьет, да. Ну вот так вот, еще без печали. Зачем он диффуза на него кинул? Ну, армор снял, типа, чтобы... Можно было просто диффуза и убить. Все. Можно было Мом и убить. Да, Мом и убить. В случае типа Аута ладно, поставил бы там еще понаделось бы на пашку. Спустился Пайлайдай на последнюю строчку на Творце. Еще недавно он лидировал над аппаратом в два раза. Да, у аппарата было 1000, а у него 2200. И вот уже 2400 против двух 900. У Клокверка, кстати, 2800 Нетворца. По чуть-чуть, по чуть-чуть, может, и в Аганим он выйдет. Кстати, Аганим у Клокверка это очень важная штука. Летит Блинк Даггер для... Беноман Сарайлу остается только запрыгнуть, дать Вейл и Ультимейт. С Аганимчиком больше ничего не надо. Кукшот, промазал, прожимается в Тореге. Поражал Дасты зачем-то, ну... Ну, нормально, убьют. Багсы здесь. Убьют, должны, по крайней мере. Ну, вот это хороший фраг. Но таких надо много. Таких надо еще 3-4 для того, чтобы фнатикам вернуться более-менее в ритм игры. Я одним глазом наблюдаю от последних минут 5 на Нетворц Энви. Он просто не растет. Там за минуту, не знаю, 200 голды добавляется. Надо фармить много, а фармить страшно, потому что ты играешь против Никса. Хотя в любой момент находит, и залетает ультаппарат, тычка с Вендеттой, и ты уже погибаешь. Скоро бабочка будет у Вайпера. СФ тоже так решил бабочку собирать. Должны ронять сейчас вышку. Там сплитпуш в это время на ботами. Но тут, конечно, намного быстрее будет. Вайпер с Веномайнсером, еще и Войт пришел помогать. Есть уже ТП от Бумбакса, он будет пытаться мешать Экскалибру. Экскалибр тут не один, надо это понимать Бумбаксу. И как только он сейчас выйдет из Вендетта, на него будут нападать, тут защитный такой Чинфрост полетел. Ни к чему, по-моему. Ну, почему бы и не так, выиграть чуть-чуть времени. Крипов хотя бы поубивать. Ну, пошли импедусы, кстати, нормально дамажит. По Вайперу... Ну, ОНВ больно делает, очень. Вайпер, ну, у него две жизни, как бы, это плюс. Да, но там на ботами уже пало Т2, и сейчас есть ТП, есть ТП на Шрайт, там, скорее всего, попытаются навязать какую-то драку, и уже вроде навязали, да. Нацепились здесь Диджи. Не самый страшный. Путшот. Вообще, улетел куда-то там, умрет на базе, но... Время выиграл. Время выиграл, да. Диджи сейчас не самая большая потеря. Вообще не фармит Энви. Вообще не фармит Энви. Да. Тоже обратил внимание на его нетворцы, они просто стоят на месте. Если все остальные там зарабатывают, зарабатывают активно и летят вверх, то Энви сейчас вот, ну, на уровне Клокверка, даже не на уровне Никса. Никс со своим Мидасом, он скоро его просто обойдет, и в итоге у нас просто минус-герой на карте. Чантры, ну да, она может быть полезна, и мы видели, что он может наваливать. Но для условного вайда она вообще никакой опасности не несет. Ну и сплитить продолжает Ахай, а что еще делать? 8 секунд до появления диджея, и придется дефить мидл. Да, ничего сделать не сможешь. Придется сейчас дефить мидл, придется и Ахай, да, прилетать, потому что клатч геймерс, а что это было? Ну зачем так это выбрасывать? Ну опять чайник просто, да, который нанес минимум урона. Это слишком рано было, чуть попозже бы его выбросить. Хотя бы секунды на три, когда уже пачка крипов стоит. Ну в итоге ничего не делают на топе, ничего не делают в миде. Те вортексы, которые будут мешать перемещаться по своему же хайграунду. Да, видишь, сейчас Армалон еле живой, Ахай в это время сплит кушет на топе, подходит сюда СФ, сейчас будет ТП наверняка. Да, стянули на топ, опять задефали, но вышка-то почти пала, и со следующего такого захода ее определенно заберут. Дальше последует снос шрайнов, я думаю, что... Смотри, СФ на топе не просто так сидит вместе с Ахай, я думал, они будут постараться... Нет, я думал, они постараются кого-то одного цыпануть, знаешь, что прилетел дефить, и с кентавром очень быстро его убить. Но нет, нет, так они не сделали. БКБ появляется у Джио, скоро принесет он себе, у Вайда из всех коров меньше всего, ну не считая НВ, по-моему, дело меньше Северн Форса. Да, вроде старт у НВ был не такой плохой. Я думал, что он сможет нынче на это и разогнаться, соврать быстрые айтемы на дэмэдж, и в файтах аннигилировать просто аппарат каких-то, гномансеров, что-то такое уязвимое. Но пока все надежно на экскалибру. Кроме него здесь особо никто не выделяется по дэмэджу. 350 гпм, а экспириенс это хпм у Энви, маловато, конечно. Как ни крути левел, не очень. Все не очень, но что поделать. Зато сплитпуш работает, фрилич уже сплитпушит. Ах, хорошо, ай, хорошо. Ну и рецепт на Шиву. Он там уже летает, не знаю сколько. Ну он в магазин зачем-то летел, понимаешь? Он летел зачем-то в магазин, возможно, из-за той самой Шивы, кто его знает. Пика готова у Энви. Ну вот, что-то хотя бы. Это довольно важно. Так, тут что-то задумали. Задумали, наверное, поймать Шадоу Финда. Но Шадоу Финд ни в коем случае не должен появляться на карте, пока не увидит... Ой, здесь что, Хайвер. Ну Хайвер тоже не поймает, если честно. Даггер на хайграунд соперника. И его тут не поймает. Пытается Бумбакс его увидеть. Ну нет, это нереальное вот найти. Долго придется искать. Бумбакс. Нет, ну не найти, не найти. Бумбакс. И не успел. Ничего не сделал. Карапейс, да. Карапейс. Ну в кулдауне был. В общем, времени, конечно, выигрывает у Хайвера очень много. И преимущество мы видим, в принципе, уже минут 5 не растет. Ну, 7500. Ну не так уж и много, если честно. Из-за того, что в какой-то момент ввели 5, то отыгрались кулакгеймерс очень сильно. Огоним есть блокверка. Айтем хороший, но при такой игре, как сейчас, вот такая вязкая без файтов, он немного бесполезен. И какой-то мидасик, наверное, смотрелся бы интереснее. Энви не фармит. Мы к этому уже возвращались миллион раз. У него тысяча нетворса за минуты, наверное, 3 или 4 появляется. Это совсем не те деньги, которые должны выфармливаться на 40-й минуте. Тут бы уже и не Крофос действительно какой-то зашел в разы. Да любой бы зашел. Просто Any Hero. Как ни крути. Смотрю новые артефакты. Ничего, в принципе, интересного не появилось. Ну, гемули часть. Да, да, да. Пока это просто беготня. Пока это просто сплитпуш в исполнении фнатиков и все. Одни сплитпушат, вторые пытаются собраться и как-то все-таки подраться. Нашли. Ухаю. Это минус. Стампит в КД. Ну, вот и просто избивает. Ну, да сплитпушился, скажем так. В какой-то момент его должны были поймать, да. 120 долларов в минуту берет Войт. Ну, сейчас он плитворцу еще сильнее оторвется от Envy. Там и так 4000 разницы. Ну, Стампит выбежал так немножечко за угла, попинал крипов, понял, что надо бежать отсюда. Ничего хорошего не получится. Будут давить, пока нет. На байбэк, байбэк надо убить. На скин Тавра, да, будут разводить на байбэк. Скорее всего разведут. Да, 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 да. Потому что Тавру упадет. Тавру упадет, еще и барак упадет после этого. Ну, Глитт Заюза, 40 секунд. Так, сплитпуш на ботами они не хотят драться. Они с вами будут отдавать. Да, слушай, они мид отдадут, что ли? Да, с вами будут отдавать мид. Ну, так-то безидейно немного. Вообще безидейно. Ну, так нельзя. В чем смысл сплитпуш, если вы просто отдаете барак? Там СССР ничего не снесет. Ну, а еще и байбэк. Трансфера и Envy погибает. Я так подозреваю, что это бутгейм, наверное. Потому что байбэк у Envy нет, и вайпер сейчас спокойно может расстреливать все три стороны. Падает рейнджовый барак, на ботами ничего не забрали, и Армал отправляется фармить топ. Ну, вот знаешь, я не люблю, когда такие игры проигрываются. Ну, это просто безидейно. Ну, безидейно, да. Вообще ничего не происходит. Ничего не произошло. Envy перестал фармить, не фармил 10 минут. И ребята зашли и расстреляли три стороны с преимуществом. Всего на заходе было около 7-8. Зато она их на Керенча покатал. Да. Смотри, вообще боя нет. Ничего не будет здесь, ну а какой бой? Безенчи. Вторая сторона упала. Без керри они подраться не могут. Единственное спасение сейчас, потому что крипов нет. Он через Backdoor Protection справились. Две стороны пало, и с 18 тысячами уже Фнатики не могут перевернуть. У них нет никакого контроля. Сейчас дождаться любой хроносферы. У них Каренчатрас. Хроносферы ждешь, запрыгиваешь, убиваешь эту инчу или SF, и все, игра в копилке. Да. Но на самом деле тут не скажешь, что Clutch Gamers классно играли и что такое. Ну действительно, что творили Фнатик, тут вообще неописуемо, начиная с пика. Как показывал на интернешнале возле вот этой доски Inmate, пики писал, игра была проиграна где-то вот здесь. Да, и пик. Да, вот тут, по-моему, действительно, в ласт пиком Энви просто проиграл эту игру. Керинча абсолютно никак себя не проявила, ничего не показала. Ну вот сейчас будет шанс последний для Фнатика. Прыгнули в Бока, убить его бы до ультимейта. Бока убили до ультимейта. Чейнфрост пошел еще в рожпит. Довольно неплохо, Бок сделал байбэк. Армель пытается драться, Чейнфрост еще полетал. Забрали Фнатики Рошана, неплохо. Ну и Энви прогоняет Армеля здесь. Байбэк сделал Бок и врывается сейчас в толпу. Ну, хорошо ультимейт по всем, а вот он Джей Йо. Ахайо потеряла Эггис. Диджей умирает. Экскалибур дэмэджа просто не наносит. Экскалибур погибает без ультимейта. Ахайо ничего не может сделать. Расстреливает его как в тире со всех сторон. Ахайо минус. Ах, это сырый человек был, да. Он еще живет, но там в его случае разбираются. Разбираются с командой Фнатик, достреляют здесь его Ахайо. Ну это гудгейн, то есть. Это гудгейн, да. А можно, пожалуйста, статистику сейчас посмотреть? Я хочу увидеть, сколько дэмэджа нанес Энви в этом файте. А, ну, ноль? Не, ну, сто где-то. А 1600, 1600. Ну это мало. Ну, более-менее. Для Коры это мало. Ну, да ладно. Ну, 5400 нанес Кентавер. 200 SF лично нанес. Вот проблема даже в том, что SF не наносит дэмс. Телсу драку бил. А толку? Не знаю. Провальный выбор героя, как по мне. То есть... Ну и артефакты, значит, SilverRash бы, если бы появился у SF, может быть, пораньше получше бы пошло. Свой момент в Фнатике потеряли, когда они были сильнее, когда они могли выигрывать эту игру. Ну вот и Адвин этот раз отъехал все-таки на пике. Слишком часто, ребята, езжили. Ну вот и все еще. И минус диджей, скорее, еще. Потому что его тоже зацепило ультом аппарата. Да, байбек есть от SF. У остальных байбеков нет. Вдвоем здесь за дефт, наверное, не выйдет. Армалов не убить. Ну, слишком толстый. Он стоит и настреливает. Ну, и это мега-крипы на 43-й. Но, на самом деле, это давным-давно гудгейм. Давным-давно гудгейм. Еще перед Рошаном вот этот заход был. И можно было уже давно написать. Но решили сражаться до конца. Ну, мы все хвалим тех, кто сражается до конца. Да, эмоции. Сражаться до конца. Ну, подожди, сражаться и терпеть, это разные вещи. Терпеть до конца, это уже... Атахайо впрыгивает в карапейс. Пытается убить Бумбакса. Не получается убить Бумбакса. Он уходит, отгоняет отсюда Экскалипур. Вот Ахайо начинает его опять-таки кайтить. Джей Йо забирает Ахайо. Бумбакс бегает здесь по толпе людей. Не погибает, его выхиливает. Гудгейм, велплейт, 1-1. Все решится на третьей решающей карте. Ну, и если Фнатик опять настолько сильно провалит пик, я не буду удивлен, если Clutch Gamers опять спокойно выиграет игру, которую... Серию, в которой Фнатик... Ну, они сильнее, но они реально сильнее. Вообще это неоспоримо. Они смотрятся по игре намного лучше. Другое дело в том, что ты просто ничего не можешь сделать. 3-8-6. Когда у тебя у керри такая статистика, ты зачастую не можешь выиграть игру. Ну, и второй с конца или третий с конца по Нетфорсу. И ни дэмэджа не наносит, ни живет. Ну, сравнение опять же. Флай Соло, который на Эншн Допарижн 6-1. 4-24 ассиста за игру. Ну, не всех тут, видишь, много ассистов. 3-5-20. То есть тут действительно... Ну, Флай Соло свою роль на Апаришн не исполнил. Апаришн зашел на ура.